И здравия, соратники! И снова вы на канале Цельнозор. В предыдущих двух видео мы рассмотрели основные принципы фракталов, принципы фрактальности в архитектуре нашей цивилизации до вторжения. Мы выяснили, что есть общее во всех архитектурных так называемых церквях. И вот что общее было, это фрактальность. Фрактальность построения куполов прежде всего, но назовем это куполами. Эти замечательные излучатели, рупорные фрактальные антенны. По всему миру у них один принцип, несмотря на разницу материалов, разницу исполнений, принцип один и тот же. Почему я считаю, что принцип один и тот же, принцип фрактальности, это повторение на любом из уровней. Что бы нам ни говорили, даже если нам говорят, что фрактальные крестовидные антенны построены так высоко, для того, чтобы Боженька лучше их увидел, и только для того, чтобы ударить в колокол, затащить на эту верхотуру колокол и ударить, чтобы услышали наши молитвы лучше, есть другая точка зрения, и мы это рассмотрим сейчас. Я уже показал на канале некоторые выводы, некоторые решения, и мы продолжаем искать истину на канале Цельнозор. И мы продолжаем наш поток озарений. И сегодня мы рассмотрим еще один принцип, один уровень фрактальности. Помимо того, что фрактальность существует и в построении городов, и в кристалле Земли, где все основные города находятся в узлах кристаллической решетки, где основные месторождения идут по граням кристалла, вся Земля, соответственно, это один мегакристалл, где все потоки энергии текут в соответствии с этими гранями кристаллическими. Мы выяснили также, что любой город был огромной звездой, и внутри, и снаружи были звезды. Мы быстренько пробежались по Мальте, просмотрели основные кристаллические и фрактальные структуры, и сейчас мы пойдем дальше. Мы рассмотрим, помимо Роуз-Виндус, помимо внешнего декора храмов, фрактальность внутри храма, помимо того, что мы выяснили закономерность фрактальных Роуз-Виндус, розетки так называемые, почему мы сейчас называем розетку, потому что, может быть, излучает до сих пор, раньше это было излучением, и сейчас это также. То, что дает энергию, мы называем розеткой. Мы выяснили фрактальные закономерности в построении Роуз-Виндус, что это не просто для красоты, и не просто для помолиться. Некоторые математические закономерности. И мы остановились вот на этом храме. И я обещал, что мы рассмотрим некоторые фрактальные особенности этого храма. Мы уже рассмотрели колонны, строение колонн. Мы рассмотрели внешнее строение на других видео в канале, например, видео про Магнетрон. И мы, следуя принципу фрактальности, наши предки, очевидно, как и мы сейчас, придем к логичному выводу, что и внутри должны быть принципы фрактала. Не только на макроуровне, но и на микроуровне внутри храма. Почему я думаю, что там должна быть фрактальность? Ну, давайте заглянем внутрь. Фрактальность, она и снаружи, вот этот вот рупор большой, и снаружи вот эти ячейки. Смотрите, на крыше. Они тоже расположены определенным образом. Но и внутри. Очень интересный потолок, который встречается много где по всему миру. И это не просто так. Давайте спросим вот этого мужика, который мастер отвечает на вопросы, которые ему не задавали. Он говорит, что мы знаем, что эти цветки имеют одно общее. Например, шишка, ананас, санфлауэр, подсолнечник, имеют многое общее. И это общее, это ряд Фибоначчи. Он говорит, что очень много, много и долго ввозился с ответом, но есть общее, много общего с золотой пропорцией. И давайте посмотрим поближе. Итак, давайте сконцентрируемся на сосветиях. То есть, есть 55 спиралей такой формы, 34, идущие в другую сторону. Есть еще 21, если мы сфокусируемся на центре, но в самом центре 13. И дальше мы найдем в этом центре 13 так называемых спиралей. То есть, теперь, прежде чем поедем дальше, хочу подчеркнуть, что это в различных частях сосветия различные цифры. Чем меньше, тем глубже внутрь. Так, 13 видно в самом начале, затем больше и больше. Это так называемые последовательные числа, которые мы видим на светке. Они хоть и занимают разные области, всегда будут прикрывать друг друга. Вот следующие цифры, 21, 34. Хорошо, подобное растение дальше растет, но в то же время делают последовательность Фибоначчи своими этими цифрами. Таким образом, семена растут. 1 плюс 1, 2, 1 плюс 2, 3, 2 плюс 3, 5, 3 плюс 5, 5, 8 и так далее. А все растения, которые появляются дальше растут по этой спирали, имеют нечто общее. То есть, они идут изначально, цветки, семена, и все дальше и дальше бутонов выталкиваются наружу. Также от себя добавлю, идет и энергия. И это дает такую красивую однородную цветочную головку, цветочек в нашем случае. Посмотрим на процесс в деталях. Итак, появляется первый, который просто сидит и ожидает. Затем появляется второй, он проталкивает, первый немножко в сторону, есть небольшая асимметрия. Потом идет вверх, ну и появляется третий, и так далее. Следующий бутон появляется, и появляется уже разрыв, но природа не терпит пустоты, и, как вы можете видеть, семена бутонов растут по мере того, как появляются новые, и они создают изящную, устойчивую закономерность, которая приводит к тому, что появляется вот этот вот ряд. Каждый семерий бутон играет одинаковую роль внутри соцветия, и вот некоторая последовательность, которая появляется по мере появления бутонов. Когда цветок растет, все бутоны выталкиваются по радиусу одновременно, так что они как бы двигаются от центра к краю, практически по прямым линиям. Но если мы сосредоточимся на одной части головки цветка и будем делать снимки, допустим, чтобы мониторить, мы всегда будем видеть примерно одно и то же, даже если повернуть в какую-либо сторону. Но если посмотреть еще ближе, то можно увидеть некоторую закономерность, что все бутоны очень тесно расположены, скучены, с максимальной плотностью. Итак, бутоны внутряются в самую середину, а все остальное место занимается так плотно, сколько возможно. И если бы это была абсолютно оптимальная укладка, самая плотная укладка была бы вот так, предметом круглой формы. И выглядела бы эта закономерность вот так, рядами. Но в реальности картина иная, потому что у нас есть окружность и получаются такие слои. Они перемежаются между собой вот таким образом. Также получается, что эти круги выстраиваются определенным образом. То есть одно построение в одну сторону, другое в другую. Есть некие спирали либо кривые. Давайте посмотрим на этот вид укладки растений. Мы всегда можем найти некий шаблон. Если мы пристально посмотрим, где наши два семейства, скажем так, спирали, два вида спиралей. Вот первая из них в одну сторону. Они на равном расстоянии друг от друга и оборачиваются, как бы крутятся вокруг центра соцветия. А есть второе. И они накладываются друг на друга очень естественно. Просто от этой маленькой стабильной закономерности, от того факта, что все упаковано настолько плотно, насколько возможно. И отсюда получаются эти два семейства, два вида спиралей. А теперь, если мы сосредоточимся на этой части цветка, то можем на самом деле увидеть другое семейство спиралей, вот такое. И оно не так явно выражено, как эти два других, но оно есть. И образуется в глаза куда больше, если продлить их дальше, их сорвалирует на внешнюю часть. И посмотрим внимательно. Первые два вида спиралей образуют вот такие алмазные ячейки, как бы алмазные. Спирали третьего типа, они образуют диагонали, растекающие эти алмазы поперек. То есть, то, что я называю диагональные сечения. Хорошо? Итак, эти спирали, связанные между собой, на самом деле, воплощают то математическое ядро, благодаря которому эта укладка в соцветиях является оптимальной и соответствует числу Фибоначчи. Что же это за математическое ядро, математическая формула? И это семейство спиралей, закрученных таким образом равномерно распределенных. И еще одно семейство, если посмотрите на диагональ, то оно соответствует тому количеству зеленых спиралей плюс количество красных спиралей в точности равное ситим. То есть, можно заметить связь. Вот два числа, которые в сумме дают третье. Аналогично правилу превращения последовательности Фибоначчи. То есть, мы можем доказать этот факт в конце видео, и это собственное доказательство, и мы горды этим. Но пока давайте продолжим без доказательства. Итак, мы видим одно число, соответствующее зеленым, и другое, соответствующее красной диагонали. Пока мы не видим явно синие спирали, но в качестве следующего числа в последовательности визуально, что же это будет? Давайте посмотрим. Давайте выделим зеленую спираль и одну из красных спиралей. И произвольно нарисуем синюю. Вот что мы видим? Мы видим сосредоточенное внимание на этом участке. Для начала, спирали соответствуют кратчайшим соседним соединениям. То есть, мы сами, по сути, их воображаем. Но для этого мы ищем соседние бутоны и затем продлеваем эти соединения, которые вы видите здесь. В данный момент соседние бутоны обозначены зеленым и красным цветом. Что же происходит? Теперь все выталкивается еще дальше. Ксерполируем, смотрим. Итак, видно, что у нас по-прежнему остается тоже расположение бутонов, семян, но оно как бы распространяется вдоль все больших-больших колец. Теперь мы можем видеть, что соотношение длин меняется. На самом деле, вот это зеленое соединение стало короче. Теперь, если мы уберем подсветку и закроем глаза, то уже вряд ли мы можем видеть зеленую спираль. Но зато сейчас мы можем видеть красные и синие спирали. Они четко видны. Вот как это происходит. Также мы можем видеть следующий тип спирали, появляющийся в середине между синий и красный. Назовем желтый. Он будет становиться доминирующим дальше по мере дальнейшего вытеснения бутонов. Итак, мы уже успели посмотреть на четыре разных вида спирали. И здесь мы начали с этими двумя. Мы знаем, что цифры здесь в сумме дают третье число. Сначала видны эти два, затем становится видимым синее и это красное. И синее дает желтое. То есть есть последовательность типа Фибоначчи, которая начинается с самого простого, с зеленого. Начиная с двух чисел семян, здесь мы получаем объяснение, но пока оно не проливает свет на то, почему мы начинаем с простых цифр, с семян Фибоначчи, таким как 1 и 1, 1 и 2, 2 и 3, 3 и 5, они из любых других чисел. Но, хорошо, может быть, здесь появятся другие числа, но как только это произойдет, все остальное останется прежним практически. Правила одинаковые. То есть все числа, возникающие в этих растениях, являются числами Фибоначчи, соотношение. На самом деле встречается много разных последователей. Бывают числа Фибоначчи, но также бывают числа, допустим, в 2 раза больше чисел Фибоначчи. Это можно применить, это принцип универсальный. Есть встречаются вот эти ребята, числа Лукаса, у них есть общее свойство, они все следуют одному правилу. Они встречаются часто, то есть если два последовательных числа прибавить друг к другу, то получится следующее. Вот в этом принцип устройства такого цветка, либо шишки и так далее. Все же последовательность Фибоначчи продолжает доминировать над остальными. И нужно следить, и мы можем проследить это в любом цветке. В описании я дам пару статей, поскольку это более интересно, чем, и это выходит за рамки нынешнего нашего исследования, того, что я собираюсь объяснить здесь. Если вдуматься, цветок действительно начинается с очень маленьких чисел, верно? он начинается один, один, два, три и так далее, поскольку эта закономерность, о которой я говорил, возникает очень быстро, и она очень видна, очевидно. То есть можно быстро увидеть вот такое кольцо, в котором эти два семейства становятся очевидными. Мы увидим небольшое количество спиралей в этих семействах, но это будет два и три, допустим, три и пять и так далее. Короче, одна из таких пар, и с нее все начинается. Ну, это очень правдоподобно, реалистично и так далее. Мы довольны этим объяснением. И все же хочу дать еще одно доказательство того, почему зеленое плюс красное равняется синему. Итак, мы начинаем с этих двух семейств, равномерно расположенных спиралей. На самом деле, мы их нарисовали произвольно. Второе семейство закручено в другую сторону. Теперь мы накладываем друг на друга и получаем, что мы принесуем сюда семейство диагональных спиралей. Я утверждал, что всякий раз, когда мы делаем что-то наподобие этого, неважно как, мы всегда получаем зеленое число плюс красное число равно синее число. Итак, мы должны обогнуть это кольцо и мы начинаем в этом углу и первым делом давайте следовать по одной из красных спиралей, пока можем это сделать. Затем мы переходим к одной зеленой спирали, следующей за ней некоторое время, затем мы снова переходим к красной замкнутый путь, замкнутая дуга. Итак, мы увидим точки пересечения на этом желтом пути. Сначала мы окрашиваем их зеленым цветом, зеленым от точки А до Б, от начала до конца. Переключаемся на красный, затем снова на зеленый до конца и мы видим с первого взгляда, что зеленый плюс красный равно синий. Вот и все. Все просто. Вот таким образом последовательное соединение каждой красной точки относится к одной красной спирали. Это означает, что красных спиралей столько же, сколько и зеленых. С другой стороны, всего точек у нас ровно столько, сколько синих спиралей. И это показывает с первого взгляда, что зеленый плюс красный равно синий. Замечательно? Как вы считаете? И это все достаточно для этого видео. В конце концов, мы можем рассмотреть это дальше с другими доказательствами. Ну, а теперь, когда мужик объяснил нам про последовательность Фибоначчи в природе, мы можем сделать вывод, что в нашей архитектуре тоже есть совпадения, которые я не верю. Например, вот эта шишечка, она фрактальна, она с последовательностью Фибоначчи. вот эти в Камбодже статуи излучателей тоже такой же последовательностью Фибоначчи. Угребенник полостные структуры, они также, как вот эта шишечка, тоже являются последовательностью Фибоначчи и следуют формулам фрактала, как и все Роуз-Виндоус. Они тоже имеют в своей архитектуре, в дизайне принципы Фибоначчи, золотого сечения и фрактала. Фрактала, кристалла и так далее. Называть можно как угодно. Принцип един. Все связано со всем и все сделано для излучения, приема энергий, создания стоячих волн и так далее. И это мы видим везде. Единый принцип везде, во всей архитектуре. В исламских так называемых мечетях. Вот несколько фото показываю. В индийских храмах, которые имеют такие же полостные структуры, резонаторы, назовем их вогдуты резонаторы, скажем так, полостные структуры по Гребенникову, которые преобразуют своей формой аргон, назовем это так, эфиры, аргон, разные виды энергии, потому что электричество не единственный вид энергии и переменный ток не единственный вид электричества. Нам просто сказали, что иного не бывает. Но во всех храмах, куполах это полостные вогдуты резонаторы, в отличие от объемных резонаторов, как я их называю, это шишечки, так называемые, которые мы видим везде, по всему миру и очень часто и в архитектуре, и в оружии, и в колоколах, на колоколах, и в конце, сзади, пушек, и так далее, мы видим те же самые фрактальные резонаторы, особенно в индийских храмах, вот я показываю некоторые, вот в исламских, вот в Иране, под куполом, так называемые, это тоже фрактальный резонатор, фрактальный излучатель, который своей формой преобразует естественные потоки энергии, которые находятся вместе силы, потому что любой храм вместе силы в узлах кристаллической решетки, и которые направлены на излучение различных энергий, чаще всего в виде стоячей волны, не в виде бегущей волны, а в виде стоячей, и как вы можете видеть на различных фотографиях, которые я подобрал, просто на вскидку, наугад, Яндекс мне накидал потолок храма, можете сами проверить, мы видим вот такие картины, это объемно-полосные резонаторы, чаще всего с кристаллами, чаще всего со встроенными пассивными резонаторами, резонаторами и печатными платами, которые предназначены для излучения энергии создания стоячих волн, потому что фрактальная геометрия у них у всех, мы видим фрактальные узоры, как и народные узоры, так и в объеме в храмах, одни и те же последовательности, золотое сечение, полостные структуры, калейдоскоп фрактал, золотое сечение последовательности фибоначчи, число фи в архитектуре и так далее. Принцип един по всему миру, единая архитектура и в звездах, и в излучателях, и в конструкции куполов, что Василия Блаженного, что Барабудур, что в Иране, что в Индии, что в США, одно и то же. Есть единые принципы, они могут выглядеть по-разному, но функция одна, принципы действия едины. Это излучение, направление вибраций и энергии, создание стоячих волн, прием передача, переотражение, но все формой. Как доказал Радик Богданов, как доказал Акимов с Шиповым, как доказал Вильгельм Райх и Вейник и многие исследователи пирамидальных форм, пирамид, энергия есть, и эта энергия не электричество. И эту энергию можно использовать. Например, Райх сделал какой-то мотор, не электромотор, но он крутил, и он не использовал электричество. То же самое Джон Келли использовал какой-то движок, создал какой-то моторчик, который не использовал электричество, но он использовал вибрацию и какой-то другой вид энергии. И здесь мы видим большие рупоры, рупорные антенны, которые в своей архитектуре, в дизайне, в строении используют резонаторы. Вот, например, не только на поверхности, но и под поверхностью. Угадайте станцию метро, на которой я это снял. Это переход. Здесь резонаторы, пассивные резонаторы, а может быть и активные, неважно, расположены в такой же последовательности. Повторяю, это Москва, снята мною лично. По метро будет вообще цикл серий, которые я снимал с весны, еще до статьи техденсера, но такие не снял. Тормоз, понимаю, но скоро сделаю. И мы видим такие излучатели в такой последовательности, природоподобной последовательности золотого сечения по всему миру. И я думаю, шишковидная железа тоже не случайно такой формы. Это тот орган, который отвечает за эксосенсорные способности восприятия всего мира и всех энергий, скажем так, ответственные за интуицию. Как и нервная система, тоже фрактально, древовидный фрактал. Я думаю, что совпадений не бывает. Итак, давайте краткие подведем итог. Вся Вселенная на некотором уровне является фракталом. Она фрактальна, голографична и имеет структуру кристалла. Как говорил Тесла, хочешь познать Вселенную мысли категориями частот, энергии и вибраций. То есть, все вибрирует, все вращается. Я от тебя доволю. Частоты и вибрации подчиняются определенным законом математики и могут быть измерены и рассчитаны. Природоподобные ладные способы получения энергии и передачи энергии и жизни в гармонии с природой подразумевают следование этим природным законам и управления энергией, в том числе в первую очередь эффектом форм, то есть архитектуры зданий. Все в нашей доподобной цивилизации было фрактально исследовало этому ладному принципу и было природоподобно, как вы можете видеть. Я подобрал более сотни фото для этого стай-шоу, долго старался. Но смотрите, это неописуемая красота. Далее, пятый пункт. С этой целью вся архитектура и техника следовали естественным вибрациям и были основаны на естественных вибрациях. Отсюда вся архитектура это застывшая музыка и построена соблюдением магических, математических, музыкальных законов, соблюдая принципом Фибоначчи, пропорциям числу Пи, золотом течению числу Фи и так далее. Соблюдая октавы либо аршинно саженную систему. И сейчас враг, зная про это, загнал нас немножко в другую систему и схему. Он делает так, чтобы мы были отсечены от природоподобных технологий и от естественных вибраций. И зная, что вся архитектура доподобной цивилизации являлась средоточием и концентрацией вот этого ладного природоподобного принципа и являлась подключенной к кристаллу, фракталу Вселенной. То есть мы можем даже верить, что колокола и купола существуют только для того, чтобы Боженька лучше видел и слышал наши молитвы, но просто пребывание в них на местах силы и в гармонии со Вселенной нас исцеляет, то есть делает целостными со Вселенной, восстанавливает цельнозор, как я это называю и враг это знает именно для этого, чтобы нас ослабить и обессилить он наше оружие, наши храмы уничтожает, сжигает, просто сносит различными способами, чтобы нас ослабить. Он знает, что время истекает, мы просыпаемся, поэтому он хочет нас сделать обессиленными, чтобы мы остались без оружия, хотя враг знает, что мы сами оружие, он об этом даже говорит по законам Вселенной, он не может ничего сделать, не предупредив, поэтому он направляет наше осознание по другому пути, чтобы мы не воспринимали это как что-то серьезное, он вроде бы говорит правду, но под видом лжи, вранья, называя это фантастикой, но мы уже проснулись и мы можем осознать, что враг нам врет. Добра, соратники! машинки!